Здравствуйте! В нашей программе мы обсуждаем личные истории предпринимателей, чем живет бизнес здесь и сейчас. Говорим просто и без лишней бюрократии. Сегодня в нашей студии гость, заместитель директора Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Жанна Геннадьевна Янберг. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Давно не виделись. Да, давненько не виделись. И сегодня у нас тема актуальная. И теперь она стала актуальной на весь год, то есть не ограничивается какими-то сроками. Это поддержка малого, крупного и среднего предпринимательства. Напомню, вот уже третий год российский бизнес существует в новых реалиях. Если раньше они были связаны с пандемией коронавируса, то сейчас уже это связано с санкциями и ограничениями в поставках. Но сегодня мы поговорим не о проблемах бизнеса в новых реалиях, а о мерах поддержки предпринимателей, которые действуют сейчас. Два года назад Центр Мой Бизнес запустил меру поддержки для предпринимателей, такую как льготный займ со ставкой 0,1%. Связано это было тогда с пандемией и ограничениями в работе малого бизнеса. Жанна Геннадьевна, давайте поговорим сейчас, как изменилась эта мера поддержки, как она усовершенствовалась. Но для начала давайте обсудим результаты после пандемии, так скажем, этой меры поддержки. Сколько предприятий получили, есть ли какие-то на слуху предприятия, которые воспользовались вашей льготной поддержкой? Да, Александр, конечно, когда началась пандемия, на самом деле ни бизнес не знал, как работать дальше. Да, и мы были в некоем недоумении, как можно было поддержать предприятия, которые были закрыты на некоторое время, да, или не работали, или работали там не в полную силу. И тогда правительство области как раз дало нам задание и выделило средства на то, чтобы мы разработали эту программу под 0,1%, ну, считайте, что бесплатно, да. Мы предоставляли займы на пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы, оплату налогов, текущих платежей по кредитам. У нас было порядка 100 получателей поддержки. Нас сумма займа была привязана к фонду оплаты труда. Да, на самом деле мы так же, как предприниматели, боялись, они боялись брать, что не вернут, мы боялись давать, что не вернут, да. И на самом деле так между нами даже ставили прогнозы, делали, какой процент же будет возвратов, потому что, в принципе, никто, наверное, не понимал на тот момент, да, что будет дальше и как бизнес дальше будет развиваться. Займы выдавали мы эти краткосрочные, там, на год, на полтора. Ну и что хочу сказать, на текущий момент 100% выданных займов вернулись, то есть не было ни одного, кто не вернулся. То есть, получается, все эти предприятия выжили в условиях пандемии, сохранили рабочие места, потому что были требования по сохранению рабочих мест. Получилось, что на этих, там, порядка 100 получателей поддержки было несколько тысяч работников, сотрудников, вот, соответственно, были сохранены рабочие места. Конечно, это, я считаю, такое большое подспорье и хорошие результаты этой программы, вот, но это вот было на тот момент. Потом, конечно, мы уже стали, и уже мы поимели опыт в предоставлении финансовой поддержки в такие кризисные времена, вот, уже стали предоставлять более крупное финансирование по данному направлению. И получается, что вот в прошлом году, в условиях того, что у нас изменилась геополитическая обстановка, да, тоже наша область особенно стала терпеть какие-то особые ограничения, да, неудобства, связанные с ведением бизнеса. Мы приступили к новым мерам. Это какие ограничения? Получается, людям, вроде, есть люди, им разрешено работать теперь не в каких-то коронавирусных ограничениях, но теперь не на чем, правильно я понимаю? Не с чем, да, то есть, ни материалов, ни ремонтировать, опять же, оборудование, вот с этим связано все. Конечно, изменились полностью. И плюсом доставка. Да, доставка стала стоить других денег, другие сроки, соответственно, у многих предприятиях изменилась полностью структура работы, да, их деятельность поставщиками, покупателя, полностью поломались все цепочки. Соответственно, возникла большая потребность как в пополнении оборотных средств, потому что, например, раньше там они покупали где-то за границей со срочкой платежа, да, теперь они стали покупать в Китае, где длинное транспортное плечо, где требуют, соответственно, поставщики предоплату. Предоплата, потом срок доставки товара, получается, 2-3 месяца предприятие должно на этот срок заморозить, скажем, там, деньги в виде предоплаты, да, вот, не имея возможности работать, испытывая, да, ограничения в сырье. Вот, и, соответственно, плюс возникла такая проблема, что часть товаров, да, или продукции попала под санкции, соответственно, необходимо было не только пополнять оборотные средства, да, но и выделять средства на финансирование инвестиционных проектов для того, чтобы вдохнуть новую жизнь, да, и открыть на территории Калининградской области какие-то новые производства. То есть и разработки в том числе, да, свои какие-то. Да, и получается, что вот в том году, опять-таки, мы думали, что пандемия, да, это самое страшное, что с нами случилось и случилось с бизнесом, но мы, да, все мы получили новые ограничения, живем новой реальностью, соответственно, перед нами стала новая задача, это разработка новых мер поддержки. Правительство области выделило в очередной раз, да, для этих целей достаточно значительную сумму денег, более 2 миллиардов были выделены из резервного фонда губернатора, вот, и нам была поставлена задача разработать несколько программ поддержки. Одна была нацелена на, так и называлось, импортозамещение, на реализацию проектов в сфере импортозамещения, это были инвестиционные проекты по производству, например, прицепов фирма Грюнвольд получила, да, потом были много разных других интересных проектов, которые мы профинансировали, которые, в принципе, уже сейчас начинают реализовываться. Был проект по обеспечению транспортной безопасности региона, по Новикавто, по приобретению транспорта из специальных контейнеров и платформ для перевозки грузов. Эта проблема стояла как-никак остро, да, вот, то есть часть средств была направлена на реализацию этой программы. Потом была дополнительная программа, так как мы постоянно, в принципе, на постоянной основе осуществляем финансирование инвестиционных проектов, ранее начатые проекты столкнулись с той проблемой, что реализация проектов была приостановлена по причине удорожания, например. Ну да, цены одни заявляли. Да, да, конечно. То есть была новая программа, это программа дофинансирования, то есть именно тех проектов, которые мы ранее профинансировали, вот, которые не могли завершиться, это были проекты по строительству здравительного центра в Приморье, проекты по строительству гостиниц, то есть это было дополнительно проекты, которые были связаны с туристической привлекательностью регионов, которые мы не могли, конечно, оставить без поддержки. ЧАСС было направлено на то, чтобы дофинансировать получателей этой поддержки. Ну и, как я сказала, остальные, это было 300 миллионов, нет, даже 600 миллионов, это на пополнение оборотных средств. Как раз-таки предприятия столкнулись с тем, что вот в связи с изменением структуры бизнеса, изменением структуры расчетов, потребовалось дополнительное финансирование, которое мы тоже предоставили. Итого мы в этот момент, это был 2022 год, лето в основном, мы выдали 56 займов на 2,5 миллиарда рублей. Вот такая значительная для нас сумма, и мы думали, что, наверное, это все. Существенно 2,5 миллиарда. Ну нет, еще добавить. Мне есть еще, чем рассказать в этой теме. Соответственно, когда увидели такую большую потребность со стороны региона на реализацию именно инвестиционных проектов, потому что заявок на эту программу было подано в несколько раз больше, чем имелось средства, правительство Калининградской области обратилось в федеральное правительство для того, чтобы нам выделили дополнительные средства, дополнительное финансирование. И в декабре 2022 года мы его получили в размере 5,5 миллиардов. При условии софинансирования регионального правительства в размере 300 миллиардов у нас в итоге оказалось 5,8 миллиардов, которые мы выдавали исключительно на инвестиционные цели. Это была, скажем так, временная мера поддержки, к сожалению, не постоянно действующая, но, тем не менее, такие значительные суммы для нашей области – это очень весомый вклад в развитие экономики. Получается, что мы провели две заявочных кампании, на которые, опять-таки, заявились много достаточно калининградских предприятий, потому что мы только нацелены, конечно, на поддержку предприятий, которые зарегистрированы, осуществляют деятельность в Калининградской области. И в итоге профинансировано уже 82 проекта на 5,8 миллиардов. Все находятся на разной стадии, потому что мы, по сути, только в мае закончили предоставление финансирования, некоторые на самом начальной стадии. Но вот то, чем мы занимались последние два года очень интенсивно. Спасибо вам большое. Мы немножечко подвели итоги предыдущей, так скажем, ну, как это, не акции, да, назвать, а все-таки, ну, как движение, пути к мерам поддержки. Привет. Жанна Геннадьевна, давайте с вами поговорим о том, как получить льготные займы. Да, в первой части программы мы разобрали об, поговорили об итогах первой кампании с такими льготными займами аж со ставкой 0,1%. Это практически бесплатно выдавали рассрочку. Напомню, что вы можете посмотреть запись программы «Мой бизнес» в группе во Вконтакте «Балтик Плюс», а также на Ютубе. Ну и давайте разберемся сейчас, кому же можно давать такие льготные займы, кто может претендовать. Это малый и средний бизнес, большой бизнес, как мы уже обозначили. И какие у них условия? Да, мы до этого говорили о тех, скажем так, временных разовых мерах поддержки, которые мы реализовывали в последнее время. А теперь можем поговорить о тех мерах, которые у нас действуют постоянно. На прием заявок на финансирование по данным мер поддержки нет каких-то ограничений. У нас есть в наличии достаточно средств для финансирования. И нет, это не конкурс, да, не установлены какие-то даты подачи заявок. Я бы условно разделила это на две группы. Это первая группа поддержки, это для крупных предприятий, а вторая для малых и средних предприятий. Исторически так сложилось, что такие центры, как наш, центр «Мой бизнес» в Калининграде поддерживают малые и средние предприниматели. Это те, которые включены в специальный реестр МСП, который находится на сайте налоговой. Определенные ограничения есть по выручке, по численности. Но не так давно, хотя тоже уже несколько лет, как бы есть специальная разработанная программа для, называется программа «Фонда развития промышленности» для финансирования крупных промышленных предприятий. Здесь уже отсутствует требование по наличию заемщика в реестре субъектов МСП. То есть его нет ограничения по выручке, по численности. Вот это может быть достаточно крупное предприятие. И данные займы мы предоставляем на исключительно инвестиционные цели. Это программа, которая нацелена на расширение производственной базы, для того, чтобы промышленные предприятия могли или расширить парк имеющегося оборудования, или начать какое-то новое производство, закупить новое оборудование на новые цели. То есть цель здесь исключительно покупка оборудования. Если говорить про параметры финансирования, то минимальная сумма займа по данной программе 7,5 миллионов рублей, а максимальная 50 миллионов рублей. Здесь стоит отметить сроки. Мы предоставляем займ на срок до 5 лет. И что удобно, первые 3 года предоставляется отсрочка по оплате основного долга. Так как мы все-таки даем инвестиционные деньги, и требуется некоторое время для того, чтобы приобрести оборудование. Чтобы оно заработало. Чтобы оно заработало, пошла выручка, пошла прибыль. Соответственно, дается отсрочка в течение трех лет. Платятся только проценты. А уже начиная с 2004 года начинается погашение основного долга. В принципе, удобная работающая схема. Мы по данной программе выдали порядка 700 миллионов рублей. Это выдали 31 займ. Может быть, не такое большое количество. Но они крупные, как вы озвучивали. Это в районе 50 миллионов может получить заявитель. Кстати, смотрю по условиям. Не такие уж они и сложные. То есть это главное, чтобы заявитель был юридическим лицом или ИП, зарегистрированным в Калининградской области. Не проходить процедуру реорганизации, ликвидации или банкротства. И также отсутствует задолженность по налогам и взносам. То есть добропорядочный заявитель. По сути, никаких слишком сложных условий-то и нет. Условий нет, да. Но здесь надо отметить, что эта программа имеет своих получателей, специализированная программа. То есть не все виды деятельности могут получить поддержку по данной программе, а только промышленные предприятия, которые имеют АКВЭД, обрабатывающие производство, за некоторым исключением. То есть вот эта программа такая, она специализированная все-таки. Ограничения в сфере именно. Да, да. Понятно. Давайте разберемся с другими благополучателями. Льготные займы со ставкой 0,1%. Кто может претендовать? Малый и средний бизнес. На 0,1% уже нет. У нас программа закончилась. То есть получается, это была временная все-таки мероподдержка в рассвет пандемии. То есть вот это вот займы на развитие промышленных предприятий. Ставка от 1 до 3%, до 50 миллионов на покупку оборудования для крупного бизнеса. Так, для малого и среднего есть меры поддержки сейчас? Да. И для малого и среднего у нас действуют постоянные меры поддержки. Мы о них с вами разговаривали в прошлых передачах, да? Но я думаю, не лишним будет напомнить. Конечно. Это два основных направления. Это предоставление микрозаймов. Но тут опять-таки не стоит пугаться. Слово микрозайм. Мы государственная микрокредитная компания, да? Которая выдает средства за счет полученных от государства субсидий. И не выдаем их там под бешеные проценты. Да, максимальная ставка по выдаваемым микрозаймам составляет 7,5% годовых. То есть не больше ключевой ставки Центробанка. И есть масса программ, которые гораздо более льготные ставки. В том числе 0,5% от ключевой ставки ЦБ. Получается это 3,75%. Ее могут получить вот такие льготные займы. Это предприятия, которые входят в кластеры, которые организованы в Калининградской области. Социальные предприниматели. Вот. И есть специальная программа производитель. Но тут мы уже можем более мелких производителей финансировать. И там тоже под 3,75% на покупку оборудования до 5 лет. Ой, до 5 миллионов мы предоставляем займ. Но микрозаймы, да? Почему они называются микрозаймами? Потому что они ограничены все-таки по сумме. Максимальная сумма 5 миллионов рублей. Мы предоставляем на срок до 3 лет. Цели, может быть, самые разнообразные. Пополнение оборотных средств. Развитие предпринимательской деятельности оборудования. Стройка, рефинансирование. Вот у нас новая программа. Мы предоставляем средства на рефинансирование кредитов в банке или лизингов. И также, что тут важно по этим программам отметить, что здесь нет ограничений уже по видам деятельности. Любой предприниматель, любая фирма, которая является субъектом малого и среднего предпринимательства, может получить микрозайм. У нас остается не так много времени. Давайте еще коротко поговорим не только о предприятиях, которые уже ведут свою деятельность, но и о тех бизнесменах, которые планируют начать свою деятельность. У вас тоже есть определенные меры поддержки для тех, кто мечтает открыть свой бизнес. Да, Александра, спасибо за вопрос. На самом деле, это наша целевая группа, которую мы должны поддерживать. И с удовольствием это делаем. Мы предоставляем начинающим предпринимателям микрозайм в размере до 1 миллиона рублей. Это мы делали последние несколько лет. А в этом году мы решили расширить горизонты поддержки. И появился специальный продукт. Мы выдаем начинающим предпринимателям до 3 миллионов рублей под залог недвижимости, тоже под льготную ставку. Соответственно, что хорошо, это все-таки уже какая-то не такая маленькая сумма, на которую можно уже закупить оборудование, и начать какую-то более сложную деятельность. Потому что до этого основным спросом от начинающих предпринимателей пользовались микрозаймы до 300 тысяч рублей, мы которые выдаем без залога, без поручительства. То есть, по большому счету, минимальный пакет документов пишется небольшой, скажем так, даже его бизнес-планом сложно назвать, на два листика, чем планируется заниматься, на какие цели планируется потратить микрозайм. На основании этого мы принимали решение, выдавали микрозайм. Соответственно, конечно, на развитие производства, для открытия производства этого недостаточно, но тем не менее, какие-то небольшие потребности, какое-то начало бизнеса, это вполне себе хорошо, учитывая, что, в принципе, банки такую категорию не особо кредитуют. Информации много прозвучало, много возможностей для того, чтобы удержать свой бизнес на плаву, для того, чтобы его начать и для того, чтобы его продолжить. И все-таки давайте напомним контакты полезные, по телефонам которым специалисты разберутся в проблеме предпринимателя, подскажут и даже, в принципе, проведут его по этим документам, какие собрать и заполнить в том числе. Да-да, конечно, 99-4904, это телефон нашего конституционного центра, мы как раз его, он функционирует второй год, и коллеги могут рассказать по всем мерам поддержки, полностью всесторонний, не только по финансовым, но и не финансовым, и не только который предоставляет фонд, но и, в принципе, вообще о многих существующих мерах поддержки. И, соответственно, всех ждем в гости, улица Уральская, 18, центр «Мой бизнес». Всем будем рады. Спасибо за такую важную беседу. Сегодня у нас в гостях была заместитель директора центра поддержки предпринимательства Калининградской области Жанна Янберг. Напомню, вы можете смотреть запись программы «Мой бизнес» в группе во Вконтакте «Балтик плюс», а также на Ютубе.